Я выбрал тачку для зимнего дрифта до 300 тысяч рублей Вот она, вот она 21 запрет на регистрацию, я охренел Людый кент, шарит за тачки конкретно Подбор автомобилей, ин кондишн Вот там печка не дует, да? Печка, печа должна, печа дует, блин Все должно нахрен работать просто Дико расстроили эти арки Нельзя забывать, что там очень крутой мотор Да, тут всяких штуков, конечно, с проводочками Конечно, тоже хватает, да, приколов всяких? Я долго ломался, но принял решение Ура! Я выбрал тачку для зимнего дрифта до 300 тысяч рублей Ты серьезно? Но так как я понимаю, что надо досконально все проверять Поэтому первым делом я купил отчет за 200 рубликов Кстати, из прошлой серии, кто смотрел на Skyline Если я не ошибаюсь, по-моему, 21 запрет на регистрацию Я охренел, я не думал, что такое бывает Это просто какой-то джекпот Хорошо, что я не купил Skyline С вот этой машиной, которую я вот уже решил купить Все четко Там галочки зеленые можно брать И поэтому я написал человеку, который продает Говорю Саня, откопай-ка мне ее из сугроба Заведи ее в гараж, чтобы я мог поближе посмотреть кузов Он откопал И я поехал принимать решение Вот она Владельец сейчас будет рассказывать душщипательные истории О том, как он вложил в эту машину Как вы думаете, сколько? 600 тысяч рублей И он не заботится Это уже отличный вариант Вообще, это вот BMW во всех ее проявлениях Ну да, это, конечно, вкусно Так сказать Не могу сказать, что салон замечательный Да Ушка бы в ушко мне Ну Хотя бы Я не вижу Кривой крыши Как она, блядь, работает Как говорил кто-то умный Случайности не случайны И когда я приехал смотреть тачку В этот же момент В гараж Зашел Серега 90-й Стой Знаешь, зачем ты сюда приехал? Нет, расскажи Мне нужен был эксперт по BMW Людый Кент Шарит за тачки конкретно И у него своя авторазборка Как раз по подобным автомобилям И я такой Смотри, я понимаю, что ты с ними дружишь Ты тут как бы их чаще видишь, чем меня Я понимаю Ну давай попробуем Как будто ты заказной эксперт Ну давай, смотри Лонжероны там Лонжероны Я тут эксперта пригласил Так, так Подбор автомобилей Линд кондишн А ну Все четко Не битая, не крашеная Саня, бля, заранее денег тебе закинул Сука Да нет, ну смотри Ну на самом деле Вот все Заводские Все клепочки Здесь тоже Ничего никуда не уезжало Под Стабилизатор Вот эта вот штука На 36-х 46-х Постоянно Обгнивает Все Четко Эксперта пригласил Случайно Случайно Пойди Пошли Стой Да тихо ты Он на работе Блин Не, ну тут как бы Салам алейкум Здравствуйте Не, ну тут получается Это облегчение Тебе же под спорт Ну я да Я спортсмен Жопа считай Уже самоустранилась Ну да Турники мне тяжело Я вот Поэтому дрифт Подходит Подходит Это именно под дрифт Тут же Это стеки Знаешь что самое смешное Я на 3-4-ке Два года Или три Ну грубо говоря Вот так отъездил Вот сейчас я это починил Заменил И отдаю ее И получается На те же грабли Это называется карма Да или как Меняешь машину А у тебя проблемы те же Ну подожди Ты же BMW на BMW поменял Ты же выбираешь Audi А ну да А если взял Skyline То со стаканами были проблемы Ооо Блять вопрос А на 3-4-ку Есть ремонтная в пене А на эту есть или нет Продают в куски Сто пудово Ты же Сто процентов Есть какие Ну видишь Я же не Это Что за радио У вас такое поганое Голос противный Подожди А как багажник Открывается В этом автомобиле Багажник не открывается Так ага Ты что думаешь Зря пришел Фонарь Дей Ну ебану Что там Ну допустим Ну типа машина Ну что тут Что тут Блять Понятно что я не ищу машину Не битую Блять Еще тем более На которой собираюсь Врезаться в Жигули Это понятно Смотри что Тазик на месте Это уже наталкивает На мысли Что здесь мало кто был Соответственно Вон чуть-чуть есть Там салам алейкум Это влага Чуть-чуть тут Собиралась Но бобры же не прогрызли До конца На месте Шумка смотри Все четко Заводская Ну там вот да Есть нюансы Но в целом вот Если шумка на месте Значит тазик нам Никто не складывал И не раскладывал Четко 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 Слушай не зря ты живешь Я тебе хочу сказать Ну короче Задним конечно С вам Олегу Ну да Пола где именно брат В пороге Брат Под водительским сидением Там дует Ну туда Салам алейкум А если ты до сих пор не участвуешь в акции Купи стикер В игры Турбо БМВ То прямо сейчас Иди на сайт RealStreetDrift.com И покупай свой счастливый стикер Ведь Кроме Моей офигительной Ракеты пушки БМВ Е34 Турбо Мы Еще и дарим Более 40 призов Среди которых 5 наборов Мерча GoHard 3 обучения На нашем большом курсе По видеосъемке Каждый из которых Стоит по 30 тысяч рублей Дофигища Мерча Trailhead Наборы инструментов Enforce Обучение В дрифт школе Короче Там столько всего И не перечислишь Сейчас Пол видоса Тогда это займет Продажа стикеров Закончится в январе Поэтому Сисечки не мнем Прямо сейчас Переходим в описание Заходим на сайт RealStreetDrift.com И покупаем Стикер А кстати Ёпсельмопсель Вот же они Посмотрите Просто Блин Это вот просто Дополнительная Супер ценность Эта движуха Что стикер Просто охренительно Крутой Он просто лютый Он на ощупь Как мы любим делать Объемный Он лимитированный На каждом стикере Циферка Второго такого нет Вот Ты вот покупаешь И все Второго такого в мире нет Закончится эта движуха С Бэхой Эти стикеры Просто мы положим На полку И мы не будем Их дальше продавать В общем Одни плюсы У тебя получается Крутой стикер У тебя возможность Выиграть Бэху Либо еще Дофига крутых призов Ну и этим самым Ты еще и поддерживаешь Нас Гоу Харт В наших начинаниях В роли Лютых дрифтеров Все Ссылка в описании Летс гоу дальше Продолжать смотреть Мою новую тачку Честно сказать Меня дико Расстроили Эти арки Потому что Когда я смотрел Машину в сугробе Она была Другой стороной Повернута А с той стороны Где вот эта Дырка в арке Там просто Был дофига снега И было непонятно Че с ней И я такой сразу Блин Ну что такое Как будто знаете Вот В доме шкаф стоит Ты его отодвигаешь А за этим шкафом Обоев нету И вообще Капец Какой-то и тут Такая же Я такой Блин Потом про пороги Что-то пацаны Таких хохотали А пороги Пороги Дырявые пороги Облегчение Смотрю пороги Тоже не очень Я такой Блин Но Когда мы с Серегой Прошлись И Я действительно убедился Что Целая морда Ну как будто бы Вот там Кости не задеты Как говорят умные люди Стаканы Целые Жопа Целая Да Салон еще такой Весь Какой-то пожульканный Грязный Но опять же Это все химчистится Ну и Нельзя забывать Что там Очень крутой мотор Что там будет стоять Лютый мозг И Прочие Крутые штуки По спеку Я долго ломался Но Принял решение Восьмиклоп Прилет Санечка Вопрос Нахуй Теперь давай Поговай Саня Саня А вот Саня 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 Как мне Подсказала Моя практика Бизнеса Даже если Ты сделаешь Хуй Выбор Но надо Хоть что-то Сделать Иначе Ты будешь Всю жизнь Только Думать В раздумьях Сидеть Постареешь И умрешь Злым А я хочу Радоваться Адрифт Это Но сцепление Будет работать Ты посмотришь На него Там коробка Отвалилась Вы можете Посмотреть Работать будет Только Хуё Не Шоб Оно Даже Двести Сороковое Так Это Чуть-чуть Толщина Механика Коробка Механика Есть Тардан Есть Тормоза Есть Печка Печка Под вопросом Ну климачка Печка Так Подожди Ты говорил Бензин Еще Зальете бензин зальем опять на те же грабли так что мы имеем за 600 тысяч рублей на 10 процентов гнила е-46 я своим но это я может быть чтобы себя успокоить решил что там всего лишь 10 процентов гнили ну да ладно что мне пообещали по спеку это свежесобранный m54 b30 рабочие все системы типа тормозов сцепление должно быть достаточно коробка должна работать так от все должно быть ок по охлаждению не все должно быть нормально я говорю пацаны печка печи должна печь отдувать блин все должно нахрен работать просто еще там будет вы ворот от сани бумера он в этом преисполнился он эксперт этого дерьма поэтому вы ворот будет лютый гидропалка январь мозг январь да мне ребята как бы пообещали сразу перевести тачку на январь это крутой задел для дальнейшего турбования и возможно когда-нибудь и в целом бэх мотор на январе едет на порядок круче чем на стоке и еще будет будут другие всякие дрифтовые штуки но и пообещали мне заварить дырки гнилые в итоге это должна получиться дорогодолларовая зимняя дрифт тачка черная блестящая низкая достаточно мощная на которой запросто можно много часов подряд дрифтить тренироваться отрабатывать скилл и выдать мне ее должны до 7 января ну сказали постараются примерно в эти сроки чтобы мы успели вместе с егором покататься пока он еще здесь и не уехал москву сейчас извините ноги просто мерзли поэтому я решил надеть эти чудесные носки от go hard я бы надел длинные но просто не так уж сильно холодно дома поэтому я надену короткие сейчас сейчас а ну а ну ой ой какие мягкие какой приятный материал ой благодать на озоне купил конечно ссылка в описании ой привет батя батя просил говорит брелки какие-то есть у вас я говорю да конечно вот римовки вот сделали go hard говорю бать счастья принесу вот а еще говорит слушай в машине пахнет какой-то фигней вот бы мне чего-нибудь морской свежести я говорю бать мы сделали мелые ароматизаторы глухар назвали их сочи потому что для нас море морская свежесть это сочи вот очень прикольные объемная такая надпись это это мелый ароматизатор типа как и коша который пахнут очень долго очень классно вот еще есть ароматизаторы с ароматом газировка это типа как и коша сквош но батя гритни они мне морскую свежесть принеси ну вот пойдущий отнесу от следующих извините видите пришлось прерваться чтобы ноги просто теплее были в следующей серии вы увидите как мы эту малышку собирали узнаете секреты по постройке дрифт бмв от сани бумера а это тот самый лютый чел из наших фильмов он просто супер динозавр дрифта именно бмв дрифта постройки лютых бмв он там 600 кратный чемпион вообще всего связанного с дрифтом это тот самый чел который умеет строить долгоиграющий турбомотор на бмв посмотрите на мою три четверку песня вообще маслица осени миллиметра не кушает валит как тварь в любую погоду запускает все работает так что подпишитесь на канал чтобы не пропустить движ ну и конечно жду вашего мнения в комментариях как как вы оцениваете вообще мое принятое решение о покупке вот этой 10 процентов гнилой е 46 3 литра на январе черный за 600 тысяч рублей не стесняйтесь не бойтесь меня обидеть мне очень интересно ваше мнение пожалуйста пишите в комментарии и блин чуть не забыл новый год же на носу поэтому родня поздравляю вас всех с новым годом желаю вам не просто мечтать и наяривать на свою мечту а желаю вам шагать шагать в ее сторону шишки набивать косячить совершать тупорылые поступки за которые стыдно но шагать к вашей мечте и тогда вы точно к ней придете и все у вас получится мы поступаем так а мы всегда будем рядом с вами будем по вечерам после работы радовать вас контентом и мотивировать делать круто go hard это стиль жизни с новым годом друзья